Игорь Витальевич, у нас почти два одинаковых в плане графика месяца, игра дома, затем три выезда. Как это может сказаться на команде или прошлый месяц помог уже адаптироваться? Ну, вообще время работает на нас и, конечно, мы адаптируемся сами относительно себя. Нам надо просто привыкнуть к этой лиге. А то, что похожи матчи по, так сказать, дома, выезд, ну, все-таки совсем разные соперники. Тут еще вы добавили кубковый матч, поэтому нам надо, мы живем только следующей игрой, по-другому сейчас никак нельзя планировать. Вот, и в том числе и вот этот двухнедельный цикл, он в первую очередь посвящен вот следующей игре. И она для нас всегда самая важная. В этот двухнедельный цикл мы снова играем с Уралом. Почему именно с этим соперником уже проводим очередную товарищескую игру? Ну, несколько причин. Первое, что нам удобно добираться с ними. Вот, потом не хотелось бы играть с очень сильными соперниками, потому что часть людей у нас уезжает в сборные. И нам бы хотелось все-таки соперника примерно своего уровня. Ну, и еще одна из причин, это то, что вот соперник играет в последнее время в пять защитников, как и у нас будущий соперник Нижний Новгород. Игорь Витальевич, очередной раз наши сборники отправлялись в расположение своих национальных команд. Вот, каково их состояние после вот этих матчей? Знаете, они у нас только приехали, вот, чуть-чуть пораньше Пруцев. Но он бегал у нас, наверное, по кругу вчера, так как на восстановительной тренировке. Зефана и Пеняева мы увидели, ну, вот, уже вчера, ближе к вечеру и сегодня. Поэтому их состояние, ну, надеюсь, нормальное. Пеняев сыграл две игры в стартовом составе за сборную, там, забил, забил, сделал голевую передачу. Зефан не играл в сборной со сложными перелетами. Они играли даже вот не у себя в Алжире, а в Нигере. Поэтому, ну, сегодня посмотрим, в каком они состоянии. И решение о том, уже сколько, насколько они могут нам помочь, уже будем принимать позднее. Игорь Витальевич, Нижний Новгород, наш соперник в воскресенье. Вместе с крыльями он вышел в РПЛ. Результатом сейчас выглядит достаточно неплохо. Что вообще можете сказать об этой команде? Тренирует ее вот молодой специалист Александр Кирижаков. Ну, если связывать это с тем, что мы вместе вышли и уже в том году имели опыт игры между собой, то, наверное, ну, какие-то аналогии дальше уже проводить бесполезно. Совершенно другая команда. Два-три человека в стартовом составе с прошлого сезона. Вот, поменялся тренер, поменялся стиль игры, поменялся тактические вот все построения, которые они вот в этом году там изменили. Поэтому матч, наверное, будет практически с чистого листа. Вот, а прошлогодние результаты надо забыть. Вот, они сейчас, ну, совсем другая команда. Игорь Витальевич, про сборную России не могу не спросить. Как вам вообще вот эти две игры? И в каком контексте вообще рассматриваете игроков крыльев в сборной России? Как вы вообще смотрите на эту ситуацию? Потому что Карпин говорил уже про Зиньковского, про Сергеева, про Ежова. Как вы на это реагируете? Как вы вообще на это все смотрите? Ну, да, хорошо, когда наших футболистов упоминают. Вот, но все-таки прошло только 10 туров. До этого мы были, играли в другой лиге. И опыта игры на этом уровне, вот на высоком, РПЛовском, чтобы оттуда уже своей хорошей игрой сделать все, чтобы можно было попасть в сборную. Наверное, еще маловато. Мы рады, что у нас обратили внимание на первого нашего футболиста Зиньковского. Да, понимаем, что не так много российских футболистов, которые своей игрой заслуживают продвижения вперед. Тем более, что те футболисты, про которые мы говорим, они в очень хорошем возрасте. Им еще можно достаточно долго прогрессировать. Отсюда, ну, какое-то есть удовлетворение, что наши футболисты растут. Это очень важно и для команды, для клуба, и для меня как тренера. А у них, тем более, вырастают крылья после таких вот упоминаний. Вот. Ну, а если касается непосредственных игр, вот этих, которые прошли, ну, про первую игру понятно, что надо сказать таким образом. Главное три очка, а про остальное попытаться забыть, что, в принципе, очень адекватно и сделал тренерский штаб. Вот. Ну, а вторая игра, наверное, это лучшая пока сейчас была игра, особенно первый тайм из игр, которая провела сборная при Карпине. Она, ну, вот, болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный такой лад. И, надеюсь, оттолкнувшись от условных там игр, игры со Словакией, сборная будет дальше только прибавлять, потому что очень хотелось бы, чтобы сборная попала напрямую на чемпионат мира. Потому что стыки, которые возможны, невероятно проблемно выглядят издалека. Юрий Витальевич, заключительный вопрос, наверное, такой больше риторический. Десять туров сыграли, треть чемпионата позади. Для вас понятно, что это не более чем просто цифры. Но, тем не менее, если можно, какие-то промежуточные итоги, вот, по вашему мнению, что может быть получилось, чем довольны, чем недовольны. Потому что все-таки уже десять матчей, наверное, можно что-то уже не сказать. Ну, наверное, то, как мы вошли первыми тремя играми в этот сезон, не может никого удовлетворять. Но и объективные предпосылки к этому, конечно, были. Вот. Если остальные игры говорить и вообще динамику определенную отследить, мы прибавляем. Мы себя уже чувствуем без каких-то там комплексов, без вещей, которые вот, чтобы вот нам надо вот много подстраиваться под соперника, мы сейчас уже получили самое главное – это уверенность в своих силах. И на этом этапе это очень важно. А то, что в очковом плане мы, ну, вполне, хорошие очки, количество очков для этого этапа у нас набрано, это тоже нас вот психологически поддерживает. Ну, дальше мы понимаем, что сезон еще только начался. У всех команд могут быть и спады, и подъемы, и вся борьба еще впереди. Поэтому мы, ну, наше настроение должно быть только боевое.